И этот ролик я хочу назвать «Полюби себя, и тебя полюбит весь мир». В общем-то, для многих людей уже заезженная, можно сказать, даже банальная фраза, но слышать, услышать ее – это одно, а жить по вот этой вот фразе – это другое совершенно. И в чем, так сказать, трудность у большинства людей? Потому что, во-первых, тебя никто не распаковывал так, чтобы ты научился чувствовать, а что же ты действительно хочешь, а какие у тебя таланты, потребности. Тебя все время внедряли, что ты кому-то что-то должен, родителям, семье, обществу, коллективу, классу, группе детского сада. И вот ты такой растешь вот в этих социальных прошивках, моделях социального поведения. И другой жизни ты даже и не знаешь, поэтому мы сейчас давайте распакуем вот это вот «Полюби себя, и тебя полюбит весь мир» или по-другому она еще называется «Быть, делать, иметь». И 90 с лишним процентов живут по таким кривым программочкам, которые в них внедрили, а они даже над этим и не задумывались, они просто живут по чужим программам. И первая такая вот программа, их несколько. Первая – это стратегия покупать. То есть вот многие люди, купив что-то, начинают хвастаться, вот эта значимость. Мальчики, например, машины любят покупать. Для чего? Ну, для того, чтобы типа понравиться противоположному полу, доказать кому-то что-то. Тоже так вот, я уже говорил, вот это вот доминировать потребность. Но многие люди не совсем понимают, как правильно там доминировать. И так вот, купил там ты какую-нибудь тачку, я тоже в это игрался. Я помню, когда я входил в кризис среднего возраста, мне тоже такую кто-то уродскую такую модельку дал. То, что мужчина, он либо начинает там в кризисе среднего возраста, либо гулять, либо фокусируется на тачках. Ну, и я вот так оправдательно тоже накупил себе машинок поиграться. И не все машинки я покупал, так сказать, на вот, во-первых, хочу, и во-вторых, могу. То есть, там были и дорогие машины, которые я покупал с помощью всяких там лизинговых программ. Тогда я был прям предпринимателем. И вот, ну, купил, а вот этой радости от обладания, она была несколько дней. А вот проблем, которых я себе приобрел с этими машинками, их, ну, можно так сказать, до сих пор можно так сказать, да, рабы в рай до грехи не пускают. Какие-то вот отголоски до сих пор есть. И психотравматика есть, и упущенных куча действительно важных, чем надо было заниматься. И вот первая такая стратегия – покупать. Кто-то покупает машины для того, чтобы там перед кем-то вымахнуться, кто-то просто там для съема кого-то. И та, и та модель, она уродская, потому что, ну, кого ты в свою жизнь притянешь, давай вот разберемся, вот ты купил себе тачку. Если даже ты хочешь, чтобы у тебя появились там женщины какие-то, что это будут за женщины, какого они будут качества, сам себе ответь. Вторая стратегия – это, можно так сказать, поясничать или веселить кого-то, да. Здесь вот в Ютубе куча всяких каналов, где люди веселят какими-то фейлами, какими-то дешманскими. Не буду осуждать все эти каналы, кто что хочет. Тоже, какая аудитория притягивается вот на такие дешевые шоу, на развлечения. Третья стратегия – это достигать. Я тоже был там в сетевом бизнесе несколько десятилетий, и мне хотелось там быть в топ-100 России, в топ-15 региона, быть бриллиантовым директором. Да, я это все сделал, а я стал этим там бриллиантовым директором в топ-100 России, в топ-15 региона, а дырка, она внутри осталась какая-то вот. Нету этой неудовлетворенности, потому что ты все выполнял, опять же, чужие какие-то программы. Бежал-бежал, так вот, за морковкой тебе морковку показывают, ты бежишь куда-то, гонишься. Ну да, под спутно даже ты там зарабатываешь какие-то деньги, но тебя больше интересуют там рейтинги, что о тебе подумают, что скажут и так далее. И еще одна модель – это угождать кому-то, там, жена мужу, муж жене, там, маме, что подумает, там, вот, мама, я уже вот этого достиг, там, кому-то ты вот… А на самом деле все эти вот четыре модели идиотских, потому что все уже внутри тебя, не надо никуда бежать, у тебя уже все ответы на твои вопросы, они внутри тебя. Тебе нужно спрашивать, а что же я хочу, а вот это нас отучили делать. То есть ты покупаешь эту машину просто вот, чтобы кому-то что-то там пыль в глаза бросить, там, с помощью каких-то кредитных программ, там, лизинговых программ, либо ты это делаешь, когда у тебя просто уже излишки у тебя есть, и ты взял, подравил, там, разные машины, выбрал действительно, там, ту, которая просто вот тебе она нравится, тебе не надо никому, там, пыль в глаза, или дом, который ты хочешь, то есть тебе тоже надо это кому-то что-то доказать, или ты живешь, потому что вот тебе так хорошо и комфортно. Живешь ли ты, например, где ты хочешь географически. Вот у меня пока нет свободы, то есть у меня есть много свобод, да, я живу в доме своей мечты, там, вот за мной, да, находится. Даже вон в кадр попадает опаленная Ива, потому что прям под ней костровое место с шашлычным этим. Да, мне здесь все нравится, но мне здесь все нравится, ну, 5 месяцев в году. Я вот сегодня хотел пойти или в лес, или на рыбалку. Мне здесь все нравится 5 месяцев в году, а полгода здесь фактически зима. Я бы хотел вообще перебраться туда, ну, не буду пока сейчас полить, где я хочу жить, потом сделаю, тогда покажу. Я хочу жить там, где тепло, вот так скажем, в двух словах, где тепло круглый год. И вот представь, что у тебя в теле вот здесь живет твоя душа. Вот, как ты ухаживаешь за вот телом, за храмом для своей души. Ты кому-то все время в угоду, или у тебя здесь мир и покой, тебе здесь вот все здорово и хорошо. И вот надо, мы написали, вот, да, 4 вот этих вот, это покупать, развлекать, достигать и угождать. Надо выписать все дискомфортные чувства, которые тебя заставляли или заставляют кому-то что-то угождать, достигать, развлекать и покупать. И вот если ты выпишешь эти дискомфортные чувства, их проработаешь, уберешь их из себя, тогда у тебя начнет появляться ты, то, что хочет твоя душа, то, что хочет твое тело. И ты можешь войти уже, наконец-то, в свой талант, в свое призвание, предназначение, служить людям, вот это служение людям через то, что ты хочешь, не то, что надо. А да, мы здесь все равно все служим Творцу, служим людям через какие-то свои таланты. Я уже рассказывал эту притчу, да, когда идет путник и видит храм, ну, видит, стройка идет, да, когда строится что-то, он подходит к первому, он говорит, а что ты делаешь? И тот такой вытирает под солба, за спину держится и говорит, горбачусь. Второго спрашивает, а ты что делаешь на этой же вот стройке? Вот тут рукава вот так вот засучивает, бабки заколачиваю. И третьего спрашивает, а ты что здесь делаешь? А тот поднимает взгляд в небо и говорит, храм строит. Так вот для того, чтобы действительно войти в свое призвание, предназначение, необходимо сначала убрать вот эти вот все компенсаторные вот эти вот дискомфортные чувства, кому ты что-то там пытался доказывать. И просто вот в первую очередь надо себе быть естественным. Вот то, что ты делаешь естественно, да, оно не разрушается искусственно. И напротив, то, что ты делаешь искусственно, разрушается естественно. Все, что я хотел здесь сказать, надеюсь, было полезно. Если было полезно, поставьте лайк. И до скорых встреч в других видео. Субтитры сделал DimaTorzok